Увеличение объемов в 2012 году поставок лосося по северному морскому пути с Дальнего Востока в европейскую часть России до 80 тысяч тонн планируют в Росраболовстве. Об этом сообщил глава ведомства Андрей Крайний. Оптимизм вселяет успешное возобновление этого способа доставки. Цитирую. В текущем году северный морской путь был впервые за многие годы использован для поставок лосося с Камчатки в порты Санкт-Петербурга. Мы доставили уже чуть более 10 тысяч тонн. В настоящее время в Санкт-Петербург прибыли два судна. Всего в этом году мы думаем, что 3-4 транспорта успеют пройти. А в 2012 объем поставок лосося с Дальнего Востока по Севморпути в европейскую часть России может достигнуть 60-80 тысяч тонн. В то же время на 2011 год планировали доставить 43 тысячи тонн лосося. Однако планы, скорее всего, будут выполнены наполовину. Тем не менее, ведомство намерено делать на него ставку, так как, по их данным, сроки доставки рыбы, да и стоимость такой перевозки ниже, чем по железной дороге. Так, по информации Росрыболовства, перевозка рыбы морским путем от Петропавловска до Владивостока стоит примерно 6 рублей за килограмм. Из Владивостока до Москвы по железной дороге около 10-11 рублей за килограмм. Что в сумме дает около 17 рублей. В то же время доставка морским путем с Дальнего Востока в европейскую часть России стоит около 14-16 рублей за килограмм.